Дмитрий Олегович Рогозин у нас на связи, глава Роскосмоса. Дмитрий Олегович, приветствую. Скажи мне, это ты продал маску за... Извините, Дмитрий Олегович, это вы продали Илону Маску за 44 миллиарда твиттера? Володь, доброе утро. Ну это... Сейчас ходят разные мемы, всякие прочие, нас с товарищем Маском никак не разлучить. Нет, конечно. Это он себе может позволить 44 миллиарда долларов бухнуть в эту помойку. Это, конечно, удивительно совершенно. Давайте тогда поговорим о серьезных вещах. Только вот перед тем, как перейдем к непосредственной теме. Вы очень долго и серьезно занимались темой Приднестровья. Сейчас ситуация в Приднестровье резко накалилась. Если можно, я вот ваше экспертное мнение спрошу на эту тему. Да, конечно. Я знаю Приднестровье очень хорошо, потому что в 92-м году мне довелось там участвовать в событиях. Вот отражение агрессии против Приднестровья. Я был там рядовым добровольцем с мая по июнь 92-го года. Кстати, там и познакомился с генералом Лебедем, который прилетел туда во главе группы. Там еще такой спецназ с ним прилетел. Красно-Террасовский аэропорт. Они садились, я их встречал в числе других наших коллег-добровольцев. И он там, правда, был под именем полковник Гусев, как сейчас помним. Ну и, собственно говоря, дальше эта война все очень быстро прекратилась. Потому что появился генерал, который сразу принял решение по нанесению удара, по скоплению живой сил противника на той стороне Днестра. Значит, с тех пор много чего прошло, много времени прошло. Значит, сейчас там у нас и есть и группа миротворцев, и есть ограниченная группа российских войск. Они, ну, как бы два контингента, и тот, и другой огонь очень ограниченный, небольшой. И есть склад в Колбастыне. Это совсем в другой стороне, прямо противоположной стороне Террасполя, достаточно далеко. И близко от границы с Украиной. Склад 14-й Советской Армии, то есть, можете себе представить, сколько там вооружения, там есть и выстрелы для танков, там есть, собственно говоря, градовские за счет снаряда, там есть гигантское количество всяких ручных гранат. Я туда приезжал, там были попытки каким-то образом это утилизировать, этот склад, но возить его просто физически невозможно было через территорию Украины, поэтому он там так и остался, и находится под боевым охранением российских военнослужащих. Если будут диверсии в отношении этого склада, ну, я хочу сказать, что это будет, конечно, катастрофа, экологическая катастрофа мирового масштаба. Ну, и надо сказать, что за это время, они же, молдаване, очень активно, их спецслужбы препятствовали работе наших российских представителей. Я был с 2012 по 2018 год, 6 лет я работал там специальным представителем президента по Приднестровью. И мы много чего сделали. Мы открыли там консульскую группу, ну, считайте, консульство фактически, да, полноценное, которое стало обновлять российские паспорта. Там более 200 тысяч граждан России, там все, примерно, полмиллиона населения проживает. Достаточно много граждан Украины, порядка 80 тысяч человек. Но остальные, это, так называемые, лица без гражданства с приднестровскими паспортами. На самом деле, там у многих разные паспорта, потому что людям надо как-то крутиться и вертеться. Отношения с Россией торгово-экономические, они очень небольшие. В основном, Приднестровье было сориентировано на Европейский Союз, там до 80% всего экспорта. Делали они много чего там. Слушайте, там крупнее. Вся промышленность Молдовы, она находится там. То есть, бывшая Молдавия, не Молдова, а Молдавия, она находится там. Это и Рыбинский металлургический завод, это и ГРЭС Молдавская, и много чего. Поэтому приднестровцы, они исторически соревновались, хотя состав примерно такой же. Я помню, в 92 году, когда шла война с той стороной, вот у нас подразделения были и молдаване, и русские, и украинцы. С той стороны были тоже и молдаване, и русские, и украинцы. Ну, просто те были воспитаны в духе, такой прорумынском, да, таком, кишиневском. А приднестровцы всегда ориентировались, это слава Суворова, это памятники Великой Отечественной войны, это известная наша операция по освобождению Молдавии и наступлению на Румынию, и так, с 44-го года. В общем, короче говоря, совсем другой народ, то есть по крови тот же самый, а по духу совсем другой. И, да, и приднестровцы сыгровали за это время очень солидную армию, значит, я... То есть они, если что, смогут себя защитить некоторое время? Ну, пока мы не поможем. Да, у них есть техника, у них есть танки Т-64, такие же, как и у Украины, потому что это, по сути дела... Понимаете, преступлением было в 91-м году оставить на территории Украины три полноценных военных округа. Нету, да. Это... То есть, если Украина самостийное государство, ну, создавательство для своей армии, причем здесь три военных округа, причем элитные, которые были на западе нашей страны, были нацелены на отражение агрессии НАТО, и вот, в том числе, и часть этого, одного из этих округов, Одесского военного округа, это, собственно говоря, 14-я армия. Поэтому там танки, там есть атлетические орудия, они хорошо подготовлены, ребята, сильно мотивированы, я думаю, в зубы дадут достаточно жестко. Ну, а теперь, говоря уже о наших проблемах. Понятно, что, и сказано было, аэрофлот и прочим, ребята, надо рассчитывать на ГЛОНАСС, потому что все может быть, и все, что не имеет отношения к нашей стране, в какой-то момент времени, может быть использовано против нашей страны. Как развивается система ГЛОНАСС, какие перспективы в мире? Ну, ГЛОНАСС прекрасно развивается, это очень стабильная, работающая глобальная навигационная система, ничем не отличается от GPS, ну, там, отличия небольшие, там, собственно говоря, по точности, но они компенсируются уже в этом году запуском новых космических аппаратов ГЛОНАСС-К-1, ГЛОНАСС-К-2. Значит, развернутая группировка 24 аппарата, постоянно в боевом дежурстве, есть наземный резерв, если что-то не так, сразу мы наверх отправляем, значит, космический аппарат. Вот, поэтому, собственно говоря, мы давно предлагали, я вот вам так скажу, Володя, слушайте, у нас вот в правительстве, в котором я работал, например, да, у нас там было две партии, по большому счету. Партия такая, значит, западная, все будет хорошо, да, значит, и вторая партия была индустриальной партией, значит, с опорой на нашу промышленность. Мы давно говорили коллегам, работающим в наших авиационных компаниях, обратите внимание, 86% всего авиационного парта вы завозите из-за рубежа, по всяким интересным лизинговым, там, и прочим схемам, без уплаты всяких таможенных сборов. При том, что правила закупки российской авиационной техники были совершенно другие, я бы сказал так, драконовские. То есть, сделано было все необходимое в нашей стране для того, чтобы российская авиационная техника просто не продавалась, ее никто не должен был покупать. Собственно говоря, поэтому и авиапроизводители шли на огромную долю импорта, создания российских самолетов, то же самое Суперджет 100, там, порядка 80% импорта, в том числе двигатели, сам 146, значит, ВМС-21 была попытка тоже импорт загнать, но это отбили в итоге атаку. Ну и, соответственно, навигационные все подсадки были, так называемые, на GPS, даже без дублирования ГЛОНАССа. По моему распоряжению, я уж не помню, какого года, там, 15-го, 16-го, недавно я с коллегами из Росавиации они это вспоминали, все аэропорты российские, значит, были оснащены системой наземного оборудования ГЛОНАСС. То есть приемно-передающие устройства были все уже установлены, в равной степени, как во всех морских портах. А вот на самих самолетах это сделано не было почему-то. Это при том, что я никак понять не мог. Вот у нас 1 января 2017 года, соответственно, законом, у нас существует такая система, она развернута по всей стране, эрогЛОНАСС. Это так называемая кнопка золотого часа, вызов ангела. То есть, если, не дай бог, что-то происходит, вы даже сами не можете оказать себе помощь в рамках ДТП. Срабатывает система, которая установлена в автомобиле, моментально она передает сигнал на колл-центр и вызываются все оперативные экстренные службы. Так вот, с 1 января все автомобили, которые производятся в нашей стране, которые завозятся в нашу страну, обязаны быть оснащенными системой эрогЛОНАСС. И они оснащены. Там все эти автопроизводители прошли через крэш-контроли и прочее. То есть, десятки миллионов, или больше, может быть, даже, ну, нет, десятки миллионов, скорее всего, автомобилей были оснащены системой эрогЛОНАСС. И никто даже не кряхнул, как говорится. Ну, да, да, значит, надо новые правила, все. Для нас это было создание мощной системы, собственно говоря, которая обеспечила тысячи человеческих жизней. Спасли мы таким образом. Так что мешало авиаэксплуатантам, этим авиационным компаниям, сделать то же самое, такое же правило вести? Речь-то не идет о ста миллионах, а примерно то же самое устройство. Ну, небольшое, надо просто его было интегрировать в авионику. Значит, десятки самолетов, значит, можно было бы тогда еще поставить, в общем-то, на эту систему. Ну, у нас там товарищ Дворкович был, такой вице-пример, который сказал, что это не надо, и вообще все, что русское и российское, это все дерьмо, значит, поэтому этого не надо делать. Вот, забодали, замотали и прочее. Вот сейчас мы, собственно говоря, чувствуем определенные риски, что в случае, если, значит, дальше американцы пойдут бить горшки, значит, соответственно, они теоретически могут, ну, не то что отключать GPS, они могут просто манипулировать GPS, могут менять местоположение, геолокацию. Что может быть еще опаснее. Да, а там будет написано, что вы там над Магаданом летите, понимаете, и так далее. Поэтому сейчас ГЛОНАСС обязательно надо ставить. Еще раз говорю, система совершенная, великолепно работающая, бесперебойно. Все наше высокоточное оружие заточено на ГЛОНАССе, имейте в виду, естественно, да? Ну вот, смотрите, вот вы говорите как раз о высокоточном оружии. Сейчас нас пытаются все время убедить, что украинская сторона, что Блинкин, что наше оружие не такое, как говорили, и что у русских сейчас все закончится. Но мне кажется, что как раз наоборот. Надо бы удивлять и показывать, что оружие это наше ого-го. Что можно ожидать? Какие перспективные, высокотехнологичные виды вооружений должны появиться? И, конечно, большой вопрос к Сармату. Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания. А то они что-то совсем хамят. Ну, мы же сейчас все-таки не говорим применительно к конфликту на Украине о применении стратегических ягодных сил. Очевидно, нет. Ну, я просто знаю мощь этого оружия и знаю, что средства его транспортировки, доставки, то есть сами ракетоносители, они у вас постоянно тестируются. Постоянно тестируется система боевого управления, к разработке которой привлекаются, естественно, тоже припятие Роскосмоса. Я вам головой отвечаю, что эта штука работает очень надежно. И она зловещая с точки зрения того потенциала возмездия, который может быть обращен на голову любого агрессора. Но эти системы, они, естественно, неприменимы на счет этого фронта. Да, потому что просто все закончится сразу за три секунды, но и закончится, к сожалению, с колоссальными жертвами среди гражданского населения, что, естественно, это невозможно и недопустимо. Но это в случае Сармата, а вот перспективные высокотехнологичные виды вооружения, какие можно ожидать? Да, и Сармат у нас, как я понимаю, на боевое дежурство скоро же станет? Ну, мы сейчас выходим на второе испытание, на третье, на четвертое. Там у нас запланировано по линии заказчика целая серия испытаний. Я вчера проводил оперативный штаб кооперации Роскосмоса по организации дальнейших испытаний Сармата. Я возглавляю этот оперативный штаб. Там сидели, естественно, наши коллеги из РВСН и так далее. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Поэтому мы планируем в течение этого года вести эти летоконструкторские испытания. Параллельно мы уже делаем серийные ракеты для оснащения 1-го полка в Красноярском крае. Это Ужурская дивизия. Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения. Сармат 46. То есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Воевода будет выводиться, Сармат будет вводиться. То есть это там все плановое, и здесь вопросов нет. Ну и, конечно, с точки зрения укрепления боевой мощи, стратегических потенциалов, конечно, прибавление мощное. Володь, может, помните, помнишь, значит, я тогда выкладывал даже у себя в Телеграм-канале видео мы сравнили. Да, сравнение я помню хорошо очень, да. Ну, да. Слушайте, там Сармата уходит красавчик, он уходит там раз в два быстрее, чем воевода. Это значит, что активный участок он проходит за меньшее время, то есть его поразить даже на старте будет крайне затруднительно, ну, практически невозможно. Поэтому, значит, если говорить про то, что... О чем там, значит, наши эти злопыхатели, значит, трепещут и говорят. Ну, у нас есть, в принципе, все необходимое вооружение для того, чтобы так же успокоить и без применения ядерного оружия. У нас есть, вот сейчас показали себя очень хорошо, калибры, да. Значит, это дозвуковая, дозвуковая крылатая ракета, значит, работает очень точно, нареканий к ним нет, они, в общем, себя показали, как в Сирии, так показали себя и здесь. Если говорить про гиперзвуковое оружие, оно тоже применено, это искандеры, это кинжалы, кинжалы, это воздушного базирования, как известно, значит, ну, нам это, конечно, что в Роскосмосе очень хорошо известно, потому что кое-что из этого мы сами производим по заказам Министерства обороны. Сейчас самое главное, это должным образом организовать восполнение, в общем-то, арсеналов, потому что арсеналы достаточно активно тратятся. Все работы по восполнению развернуты, значит, все, что необходимо, ну, я ежедневно провожу совещание, соответственно, мои коллеги по другим корпорациям, которые производят тоже вооружение, военную и специальную технику, тоже, я надеюсь, собственно говоря, держат руку на пульсе, поэтому... У нас уже такой мощный мобилизационный период, он идет, никто у нас выпускает, значит, не уходит, я запретился отпускать с 24 февраля, поэтому все заводы у нас работают сейчас на полную мощь, да справимся мы, конечно. Ну, то есть надежда, что у нас закончится высокоточное оружие, Запада не суждено сбыться. А чего он должен закончиться? Во-первых, оно... Такого рода оружие, да, значит, он... Не, ну, правда, я, так сказать, без бахвайца просто говорю вот о чем. Изначально в конструкторскую документацию были внесены жесткие требования, что это оружие должно быть основано исключительно на применении отечественных компонентов. Даже такая сложная штука, как Сармат, вы слышали, президент об этом говорил, все на отечественных компонентах, но подтверждаю, да. Значит, эти отечественные компоненты у нас все в наличии. В сырье, в наличии. Значит, кооперация вся отточена, находится под жесточайшим контролем первого, второго, третьего, там, пятого, шестого уровня. Есть, конечно, там и сбои какие-то, есть какие-то проблемы, связанные с субъективными факторами, но они справляются тоже оперативно. Но вот сейчас с фронтов очень много вопросов по армейской связи. То есть вот надо и больше, и лучше, и качество. Это имеет какое-то отношение к структурам Роскосмоса? Хочу сказать, что армейская связь, вещь, безусловно, крайне важная, но не буду объяснять, почему, все понимают. Она должна быть и закрытой, и должны быть... Частота должна таким образом действовать, чтобы уходить от системы радиоперехвата, радиоэлектронной борьбы. Значит, мы никогда не производили системы связи, за исключением космической связи. Но, но, в понедельник я летал, значит, на Ярославский радиозавод. С конца февраля, начала марта этого года, ну, то есть буквально месяц, как этот завод находится теперь в контуре Роскосмоса. Мы его купили у частных производителей. Значит, Ярославский радиозавод, среди всей номенклатуры, в том числе и радиокомпоненты для космических аппаратов, производит и радиостанции тактического звена. Я, внимание, знакомый с этим производством, привез с собой специалистов. Директор там очень толковый, на этом ярзе Ярославский радиозавод. Мы договорились о том, что это будет одна из приоритетнейших задач наших. Более того, я уже дал команду разместить на Ярославском радиозаводе, это гигантский завод, на самом деле, там несколько тысяч человек работает. Значит, мы там разместим, в том числе, абонентское оборудование для перспективных систем радиосвязи, использующих космическую группировку. Значит, у нас это есть, надо просто это масштабировать. Вот я этим сейчас займусь, Володь, я сейчас займусь этим вопросом. А можно еще, я понимаю, что это как бы совсем мелко для Роскосмоса, еще бы дикое количество беспилотников понаделать, потому что для ребят они сейчас как расходный материал на фронте. Все. Мы сейчас включились в помощь другим нашим корпорациям, поскольку, ну, я правда оценил объективно, у нас ситуация намного лучше. Мы раньше начали систему импортозамещения, мы заранее готовились к этой зиме, и к этой весне, и к этому лету. Мы все заранее. У нас просто сами технологические циклы работы длинные, там лет 10, поэтому мы просто обязаны иметь видение, видение. И вот это видение у меня появилось давно, еще когда правительство работало, я понял, что надо ориентироваться исключительно на свои собственные силы, и что санкции будут только ужесточаться и будут, ну, как сказать, до конца. Ну и, соответственно, мы должны пойти до конца. Вообще побеждает всегда только тот, кто готов идти до конца. Вот я хочу сказать, что предприятия Роскосмоса, они такие, очень волевые, мотивированные нас, великие отцы-основатели, поэтому мы ни с кем считаться не будем, пойдем до конца. Даже со своими, там, если кто-то там будет мешать. Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Давай. Значит, ну, я хотел бы остановиться на таком моменте, как перевооружение, собственно, вооруженных сил Украины, да, что делает Запад, особенно после известного совещания на известной базе США в Германии, да. Значит, если мы внимательно посмотрим, то тенденция по поставкам вооружения очень серьезно меняется. Если в самом начале конфликта и до него, до начала конфликта, это были в основном больше портативные средства борьбы, да, такие как противотанковые средства, типа не только дживили, но многочисленные противотанковые гранатометы, а также переносить на ракетные комплексы, и все, что с этим связано, в том числе в большом количестве разных взрывчатых веществ, то сейчас оно поменялось. Поменялось в том направлении, что начали поставлять тяжелое вооружение. С чем это связано? Я буду вечно своими именами называть. Я думаю, на Западе стратегии сходили с того, кто планировал все это дело с военной точки зрения, что защитная часть Украины будет взята под контроль быстро российскими войсками, и надо будет организовать диверсионную такую работу с переходом, как они это назвали, в партизанскую войну, а для этого нужно вот именно было такое вооружение. Отсюда создание территориальной обороны и все, что с этим связано. Теперь они делают ставку на перевооружение вооруженной силы Украины, на тяжелое вооружение. Отсюда вот такое большое количество артиллерии. Вот сейчас, когда англичане присоединяются к американцам, французам, словакам, и также заявляют о поставках большого количества самоходных гаубиц, ну вот, чтобы понимать, из 89 тяжелых гаубиц, имеющих на вооружение Великобритании, 155-мм, 20 они поставляют Украине. Всего таких гаубиц за всю историю было собрано 179. Это большое число. Американцы 72, 72 гаубицы и так далее, и так далее. Это все, все это натовский стандарт 155-мм, это такое серьезное вооружение. А также ставка делается, значительная поставка реактивной системы залпового огня. Я у тебя как навещан приводил, сейчас я срезовую американская, 227-мм калибр, дальность сюда 70 км, плюс возможность запуска управляемой ракетой до 300. То есть, их насыщает новшествами, так сказать, западных этих военных технологий. Кроме того, второе направление, это, конечно же, использование огромных арсеналов стран НАТО, НАТО Восточной Европы, которые обладают запасами так называемого советского оружия, в том числе бронетанкового оружия. Если мы внимательно посмотрим сообщения в нашем Министерстве обороны, то количество танков украинских уничтожено за время конфликта, оно, в общем-то, вполне может компенсироваться тем количеством танков, которые имеются в запасе и на балансе вооруженных сил восточноевропейских стран. Это более 2000 танков, только Т-72 и разных модификаций. И вот сейчас они, собственно, делают поставки этого плана. То же самое относится к БТРам. БТР и БМП. Ну, вот когда мы слышим о немецком БМП Мардер, это достаточно не новая, мягко говоря, машина. Ну, скажем так, БМП-1 может чем-то уступает, но, в принципе, где-то на таком же уровне имеет БМП-1 в советском производстве, а в многих странах Восточной Европы они сами по лицензии советской еще производят. Та же Польша. То есть там тоже их большое количество. И предполагается, что именно эта техника будет поступать соответственно на вооружение вооруженных сил Украины. Плюс они все больше и больше поговорят о возможности авиационной поставки. Это МиГ-29, ЕСУ-24, ЕСУ-25, которые также имеются на вооружении стран Восточной Европы. Не говоря уже о поставках стрелкового оружия, боеприпасов и много чего другого. Я тебе приводил пример по одной Болгарии, которая, в общем-то, производит в достаточно большом количестве все это, мягко говоря, добро. Для чего это делается? Ну, я думаю, они рассчитывают на то, что... Понятно, они в приеме говорят. Они рассчитывают, что будет отмобилизована в защитной части украинская армия. Мы с тобой много раз говорили до начала этой фазы конфликта о том, что, значит, вооруженные силы Украины это не только 250-255 тысяч военнослужащих, но это мобилизационный ресурс 1 миллион человек и вполне из них 200-300, может, 400 тысяч прошли обкатку в зоне боевых действий. Я думаю, по замыслу военных стратегов стоит вопрос обмобилизовании украинской армии, насыщение ее вот таким наступательным вооружением, артиллерийским, бронетанком и так далее, бронетехникой, и, возможно, я так говорю, значит, по авиации с тем, чтобы, ну, скажем, война приобретает другой характер и, в общем-то, усилить ее наступательный потенциал. Британия впрямую сказала, что их задача не только победа Украины, но и возвращение Донбасса и Крыма. Да, а это, значит, вот для этого вот это вооружение, собственно, поступает. Поэтому тут как бы надо четко понимать, что рисунок... Да, нам еще турецкие братья же еще вовсю, то есть 3000 серых волков, как написал Воргонзе, переброшены через Польшу на территорию Украины. Ну, что касается Турции, то тут особый вопрос. Это, кстати, вопрос к тем, кто у нас отвечал за эти все годы и продолжает наивно думать, что это какой-то у нас своеобразный институционный союзник. А только ли 3000 серых волков, да? Извини меня, они и вовсю вербуют, значит, боевиков в той части Сирии, которую купили в том же Африне. С Африны приходят новости, что они там развернули, по сути, значит, вербовочные пункты, да? Это уже, может быть, не 3000, а значительно больше, да? А я абсолютно уверен, что я вот то, что я вчера рассказывал, о том, что на территории Турции расположены многочисленные средства ведения разведки, там, все радиотехнические разведки, значит, страна, то и США, они делятся информацией, в том числе по Черноморскому бассейну, в первую очередь по Черноморскому бассейну, с Крымом и все прочее вместе взятым, да? Значит, я уж не говорю о поставках, которые не прерываются, Байрактарми, которые идущие в Словакию, кстати, да? Там такой хав, туда, в Словакию, а Словакию дальше. Согласись, очень своеобразный у нас союзник. И меня очень интересует, и настораживает, что у них очень активно Хартаган постоянно звонит и беспокоится о тех, кто остался вот в районе Мариуполя, да? А нет ли там значительное количество турецких товарищей? Никто не подскажет случайно. Вот предмистровские СМИ сообщают, и украинские СМИ, о стрельбе в районе складов возле села Колбасно. Я знаю склады. Это да. Крупнейшие склады. Да, да, да. Я эти хорошо склады знаю. Я служил в Одесском военном округе. Это фронтовые ресурсы Одесского военного округа. Это огромные, колоссальные склады, значит, которые предполагали в случае начальной войны разворачивание, соответственно, фронтов, что это будет, вот именно оттуда будет идти подпитка действующей советской армии. Это колоссальные, одни из самых больших складов на территории Советского Союза, чтобы ты понимали, да? Я бы сказал, что это точно огромное количество боеприпасов и всего, что необходимо для ведения войны. Для того, чтобы утилизировать эти склады, нужно было огромные средства и много чего еще другого, поэтому защитная часть их не утилизирована. И с точки зрения обеспечения безопасности складов, там находится, в общем-то, небольшой наш контингент, да? Но я даже не представляю, что это будет боевое действие в районе этих складов, во что может превратиться это. Какую катастрофу, так сказать, да? Я уж не говорю о диверсионной деятельности в этом плане, да? Война приобретает вот такой вот более широкомасштабный характер. Но вчера Арестович сказал, что они готовы вот так захватить Приднестровье. Значит, Приднестровье есть на... Я по памяти, есть два наших, один миротворческий, а другой, значит, вот, который, собственно, задача главная по этим складам в колбасах. Они, конечно, небольшие. Сама Приднестровская армия тоже, в общем-то, небольшая, да, так сказать, честно сказать. Да, поэтому, когда Арестович хвастается этими вопросами, ну, господин Арестович должен четко понимать, что, как они будут захватывать и что будет с этими складами, так сказать, твориться. Не Россия граничит с Приднестровьем, а Украина и Молдовия. Да, я также наблюдал в сообщении, в связи с массовой информацией, что и румыны хотели бы под вывеской молдавской армии также принять участие в, так сказать, военном решении, как они говорят, в проблеме Приднестровья. то есть, вот так, так, такое вот развитие я не исключаю. Но тогда это война, в которую, кажется, втянуты еще несколько субъектов. Ну, румына тоже, как бы, не маскироваясь под молдаван, так сказать. Ну, во-первых, молдавия, окажется, втянута в войну. Да. Вся проблема Приднестровья, отсутствие коммуникации у нас, вы понимаете, да, то есть, наши коммуникации, врачи, в Украине, в Молдову. Лететь недалеко, да, от Крыма, как бы, от Крыма, да, недалеко, да. Но, от Крыма недалеко, ну, в общем-то, тут вопрос возникает, так сказать, дополнительного направления возможного конфликта, да. Ну, и удары, как я понимаю, мы можем с территории Крыма тоже нанести. Ну, удары можно нанести не с территории Крыма, и не с территории Крыма, это, как бы, вопрос внецкая. Дальность полета калибров позволяет это делать, даже находясь там значительно дальше, чем Крым, да, вопрос в другом, что, ну, это еще одно направление такого, еще один фронт, прямо скажем. Да, со всеми текающими последствиями, естественно, это возникнет, то государства, которые будут участвовать в агрессии против Приднестрова, должны четко понимать, что они тоже становятся объектами возможного, как говорится, ответных действий со стороны Российской Федерации. Мы не можем оставить Приднестровье, вот так сказать, да, теперь, ребята, вы сами, как бы, вы там сами и решаете этот вопрос, да, там, в течение почти что-то тысячи лет живет наше население, коррекция ориентирована на нас, так сказать, да, там 200 тысяч граждан России. Слушай, без комментариев, так сказать, да, ну, это, как бы, серьезно, да, и поэтому... А насколько большой там у нас контингент? Я на память не помню, но небольшой, очень небольшой миротворческий контингент, небольшой контингент, который, собственно, охраняет, вот там когда-то была 14-я армия большая, но потом, понятно, на ее базе создали вот то, что создали, то есть ли, те силы, которые, ну, как бы, отвечают за колбасные, скажем так, да, ну, в общем, это небольшие силы, совсем небольшие, да, и сам предназначенцовская армия, я на память не помню, тоже очень небольшая, прямо скажем. А в случае от мобилизования, я не знаю, но это сама репулька-то небольшая. Тысячи человек или сотни человек? Тысячи, 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 ну, там, в первом случае, там, несколько тысяч, во втором случае, несколько десятков тысяч. Ну, то есть, есть надежда, что хотя бы несколько часов они продержатся? Ну, конечно, да, да, активно их поддержать. Да, но то, что там возможен конфликт, это из сообщений того, что идет каждый день, видно, что то нападение Министерства госбезопасности, абсцесса гранатометов, то подрыв выше, то потом еще что-то, то вот эти шевеления на стороне, Румынии, так сказать, и так далее, это все говорит о том, что конфликт там очень-очень вероятен, очень вероятен. Это очередная вещь. Но когда это резко изменяет цели, которые будут стоять перед нашей армией? Ну, конечно, мы не можем позволить, чтобы там в Приднестровье произошла катастрофа, так сказать, да, это меняет не только задачи нашей армии, это меняет задачи всего нашего военного политического руководства, всего того, что происходит вокруг этого, абсолютно всего. Мы не можем спокойно смотреть, как дополнительно будет отмобилизоваться украинская армия, туда будет поставляться в неограниченном количестве произведений, изделий, изъяс, ВПК Запада, запасы стран Восточной Европы, ты понимаешь, да, это другой конфликт, становится совершенно иной. И просто наблюдать за этим... Не, ну, как мы заговорили, это все к Третьей мировой и очень быстро, и сейчас они начинают при этом ныть, а нет, но зато давайте как бы Третья мировая, но без ядерного оружия. А не получится. Третья мировая без ядерного оружия, значит, достаточно посмотреть на... Извини, я сейчас буду говорить неприятное, на соотношение силы страна-то и наше, да, по нарушению, по ресурсам, по промышленности, по-моему, другим, да, по людским ресурсам. 500 миллионов в Европе, 300 миллионов в этих самых Соединенных Штатах, ну, без комментариев, да, так сказать. Но надо вещи с ими называть, я не сторонник закидывания шапками или, как говорили, женскими щепчиками, всегда исходить из тех реалий, которые есть. Я же не говорю, что если это будет долгосрочно, очень долгосрочный конфликт на истощение, без комментариев, так сказать, да, тут надежда на наши каких-то союзников, которых, как мы видим, того же вот ЭКБ нет совсем, хотя бы символическое какое-то там, и того нет, да, так сказать, то есть все больше на опору, на собственные силы, и только на себя, но это, сам понимаешь, это долго так не может протянуться, а это очевидная вещь, никуда от этого не денешься. Это не наш конфликт будет, это прямо скажем так, да, надо вещь с ими называться. Поэтому мобилизация должна быть ресурсом всей страны, и не только военной, но и всей промышленности. И надо будет очень серьезно пересмотреть систему управления тяжелой промышленности, военной промышленности, все, что с этим связано. Я задолго до этого конфликта говорил, что надо делать. Начинает национализация промышленности, вся военная промышленность должна жестко кататься государством, и она должна приезжать к государству. Все, что связано с военно-промышленным комплексом, значит, все, что с этим связано, металлургии и так далее, также должны быть взяты под жесткость контроля государства. Должна в стране навести дисциплина, я бы сказал, с воюющей страны. Хватит все думать, что завтра, после завтра что-то закончится. Я говорю, неприятные вещи, но и такие вещи надо говорить. На введение порядка высших эшелонных власти я, Владимир, вообще не понимаю, как во время таких событий целый ряд наших бывших чиновников, еще относительно бывших чиновников, наделенные большими государственными тайными, спокойно вылетают за пределы страны, принимая гражданство другой страны.